Ровесник века. Свой столетний юбилей на днях отметил житель Гродно Виктор Акимов. За свою жизнь он пережил и видел немало. Был сыном балка, прошел войну, плен, был музыкантом в войну и после. Воевал и попал в плен. Этот период вспоминает неохотно. Больно, горько и страшно вспоминать эти безрадостные годы. После войны работал своим честным трудом, заработал много наград и заслужил уважение своих коллег. Жил в Могилёве. После смерти супруги переехал к дочери в Гродно. Здесь свое столетие и встретил. В окружении дочерей, внуков, правнуков, их семей, а также тех, кто пришел выразить Виктору Степановичу самые добрые чувства. Юбиляр и в свои сто сохраняет чувство юмора, присутствие духа и бодрость. Во-первых, я в молодости особенно не пил, не курил. И вообще жил, как положено музыканту. Веселил людей, как я музыкант. Важной вехой в жизни Виктора Степановича является музыка. Он играл на кларнете и саксофоне. Музыка всегда сопровождала его по жизни и помогала. В составе оркестра он даже принимал участие в Параде Победы в Москве. Музыка это воодушевление поддавала в армии, особенно для солдат, когда встреча их с этих, с маневров там или что такое. Ну и еще что, музыка давала мне свою немножко, не немножко, а вообще музыка вдохновляла на подвиги, на всякие возможные. В свои сто лет он основоположник большого рода, дети, внуки, семья большая. И он всегда был их опорой, ориентиром, примером. Исследователи заметили, долгожителями обычно становятся те, кто в преклонном возрасте не обделен вниманием и заботой родных, кто всегда вовлечен в общение, в окружении близких. С этим пунктом у Виктора Степановича все в порядке. Он и сейчас говорит, если бы лет 15 скинуть, еще бы потрудился в огороде. Возможно, именно в этом секрет его долголетия. Всегда тянулся к труду, к работе, никогда не сидел сложа руки. Надо сказать, что он показывает очень хороший жизненный пример. То есть, человек, который лежит просто на диване и все. Он постоянно трудится. Он недавно только перестал читать много, потому что глаза устают. А так он постоянно на прогулках. Он даже каждый день, извините, даже в 100 лет он сделал зарядку, велосипед, лежал на кровати. То есть, это его обыкновенный стиль жизни. Все время быть в строю, все время быть с никому не навязчивым. И как бы нам это очень хороший пример во всех отношениях. В Гродно сегодня, по данным статистики, проживает всего 13 человек, преодолевших вековой рубеж. Разумеется, эти люди уникальны. И поздравить их с таким знаменательным юбилеем стремятся многие. Как правило, эти люди за свою жизнь сделали много добра, жили честно, по справедливости. И теперь им за это воздается. Если есть необходимость в чем-то помочь, как правило, это единица. Но ни одна, ни просьба, ни заявление практически ветераны не обращаются. Вот только когда уже выявим, или кто-то другой скажет, что вот посмотрите, там что-то вот такое-такое. В том числе и санаторно-курортное лечение. Ну, про бытовые условия вообще не говорю, потому что наша ЖРЭУ по первому требованию, будем говорить, выполняет все, будем говорить, нужды. Не то что желания, а нужды, если такие существуют. Поэтому ветераны у нас не забыты. По случаю столетия Виктор Степанович, к слову, обновил свой паспорт. Документы по таким случаям выдают редко. Получены подарки и поздравления, а Виктор Степанович уже планирует, как будет отмечать 101-й день рождения. Возможно, секрет его долголетия – это неиссякаемый его оптимизм. Ялана Табудила, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+.